В Красноярском крае снова снимают кино. На этот раз о военном времени. Зачем алтайцу притворяться хакасом, который выдает себя за японца? И когда картина выйдет на большие экраны, расскажем в следующем сюжете. Немецкие песни вовсю сейчас звучат в Шушенском. Музей-заповедник на несколько недель превратился в белорусскую деревню 43-го года, оккупированную немецкими фашистами. Здесь начались съемки военного фильма. Дома наполнились специальным киношным дымом. Фильм снимает Абаканская киностудия «Ветер перемен». И по мнению его автора, в Шушенское идеально подошло для воссоздания событий Великой Отечественной войны. Найти деревни настоящие с 43-го года, но я думаю, только вот здесь все подходит. Мы постараемся сделать атмосферное кино, чтобы было все по-настоящему. Главный герой картины – советский солдат Хакас Вася. Его играет известный российский актер Амаду Мамадаков. Знают его по ролям в фильмах «Девятая рота», «72 метра» и «Солдаты». По сюжету у советских солдат в окопе закончились патроны. И Вася отправился на немецкий склад за продовольствием, но по пути его поймали враги. «Мой герой попадает в плен, и немцы путают меня с японцами. И я начинаю это вылавливаю и начинаю подыгрывать под японцами. В общем, обманываю их. В общем, это сюжетная линия такая, и это по жанру трагикомедии». Фильм выйдет уже весной к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. «Получается, как бы кино в жанре балагана, но балагана хорошего, как драматургического приема. Можно и поплакать, и посмеяться, и задуматься. Вот, собственно, об этом мы и хотели снять кино». В последнее время наш край часто попадает в новости о кино. Сейчас в пригороде Девногорска продолжаются съемки сериала «Ронин». А в ноябре прошлого года к нам приехали создатели сериала «Первый отдел», ради которого даже перекрывали движение на Николаевском мосту. «Понятно, что мы никогда не перегоним Москву и Петербург, но мы уже начинаем конкурировать и с Калининградом, и с Якутией, и с Пермью, такими признанными центрами киноиндустрии, ну и с Краснодарским краем, где тоже люди любят снимать в последнее время». Мы спросили у красноярцев, а какие они знают фильмы, снятые в нашем регионе, и среди них оказался очевидный лидер. А некоторые ответы стали неожиданными. «Хозяин тайги», а больше не помню. А, вот недавно фильм, я не помню название, прям в Красноярске снимали. Старинный фильм, что-то про золото. «Улицы разбитых фонарей» снимали фильм. И, по-моему, вот недавно в Красноярске снимали фильм, не помню название. Тоже что-то с силовиками связано. Старый фильм «Хозяин тайги». И очень-очень давно был фильм, снимался в Хакасии, где-то гремит война. Я была совсем еще маленькая, буквально лет 9 было. Это снималось на станции «Сон». Там старое депо, старый паровоз. И вот там были съемки. И мы с детишками тоже там принимали участие. Сидели на горе, нас тоже снимали. Вокзал для двоих. На железной дороге, которая у нас, управление железной дороги. Там снимали и на вокзале. Я как раз работала на железной дороге, управление там. И как раз смотрели, как снимали этот фильм. Правда, в пресс-службе железной дороги нам рассказали, что это был не вокзал, а два других фильма. В 80-х тут сняли картины «Магистраль» и «Алый камень». Так что край не теряет репутации кинематографического региона, а напротив, укрепляет ее. И хочется верить, что фильмов, снятых в крае, станет так много, что перечислить все будет очень сложно. Алифтина Сасова, Григорий Горячих, Павел Иваницкий, 7 канал.